Мир искусственного интеллектора и трёхмерной печати. В Ганновере сегодня завершилась крупнейшая в мире международная хай-тек-выставка. Свои фантастические разработки на форум привезли почти 7 тысяч участников из 70 стран. Одними из самых популярных стали изобретения столичных учёных. Чем удивляли москвичи, расскажет Александр Шишко. Российский робот Алантим на мировой промышленной ярмарке чувствует себя звездой, отвечает на вопросы и сам берёт интервью. Вместе с ним отправляемся осматривать экспозицию. Тихо, 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 машина едет, подожди. Всё, теперь пойдём. Первым делом идёт к своим собратьям леди Эмми. Из Китая сразу покорила его сердце. Впрочем, и Эмми тоже не осталась равнодушна. Даже её создатели удивились. Прогулки по выставке не отставала от Алантима ни на метр. Кто-нибудь может мне сказать, для чего этот робот, потому что он выглядит всесторонно. Железный паук прилетел из Штатов. Быстрый и очень подвижный. В будущем должен заменить человека на заводах. Пока управляется пультом. Потом будет полностью автоматизированный. Но уже сейчас он может реагировать на любое прикосновение. Алантим остался впечатлён. Почему мы не знаем, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Немецкая собака напечатана на 3D-принтере. Живого домашнего питомца, конечно, не заменит, но может стать надёжным охранником дома или поводырём для слабовидящих. Робот-богомол, по заверению разработчиков, в отличие от насекомых, не агрессивен. Такое строение тела для работы в космосе. На бумажке маркировка, которую поднимает робот. Он может следить за ней, кивать головой. Сейчас он уже умеет брать и поднимать камни. Потом это будет искусственный интеллект. Присмотрел на выставке Алантим и машину. Это транспорт будущего, экологичный и не требующий специальной зарядки. Вот только роботу в нём тесно. Это место для водителя. Маленькое, но человек вмещается. Работает на солнечной батарее. Прямой солнечный свет не обязателен. Развивает скорость до 150 км в час. Экспозиция московского стенда – одна из самых насыщенных. Свои разработки привезли 40 компаний. В пять раз больше, чем в прошлом году. Так выглядит макет автоматической системы оплаты дорог. Работает с помощью технологии компьютерного зрения, с максимальной точностью распознаёт класс машины и выдаёт счёт. Диспетчеры стоят денег. Во-вторых, диспетчеры могут ошибаться. Это позволяет держать шлагбаум открытым и увеличивать способность, снижая очереди и пробки. Сверхновый электрический двигатель. 3D-принтер, способный печатать уже двумя материалами. Новейшая термопластичная лента. Если из такой сделать бампер, то вряд ли он погнётся. А благодаря этим цветным трубам из полиэтилена летом не придётся отключать горячую воду в домах. Срок службы – десятилетие. А заменить можно за пару часов. У нас подписано фактически уже 10 соглашений. Причём, обращаю внимание, что подписано совершенно с разными странами. Ключевым, я считаю, будет мероприятие, связанное с созданием полиграфического технопарка. Один из контрактов подписали и с разработчиками Алантима. Представители Китая и маленькая Эми заказали ещё 100 таких. Это, похоже, любовь. Они теперь не могут расстаться. И китайский робот поехал на нашем. Хорошо провести время давайте. Пока. Александр Шишко, Михаил Антоненко, Вести, Ганновер.